В мире существует консенсус. Все сознают, что абсолютная бедность существенно сократилась в развивающихся странах за последние 30 лет. А вот вопрос о неравенстве остается более открытым. И лишь недавно об этом стали говорить. На этом занятии мы поговорим о изменении эволюции неравенства с начала 90-х годов. Прежде всего напомню, по каким причинам неравенство имеет такое большое значение. Затем остановлюсь на вопросе о том, как измерить неравенство. А затем расскажу о том, как статистика позволяет измерить изменение неравенства в эпоху лобализации. О неравенстве долго не говорили, потому что считалось, что это движущие силы и неизбежное следствие развития. Об этом говорил Артур Льюис сначала, а затем Роверсалу. Льюис считает, что промышленная революция, благодаря которой крестьяне стали рабочими, поскольку рабочие являются более продуктивными, чем крестьяне, они зарабатывают больше. И поэтому крестьяне становятся рабочими. В моделях роста, таких как у Салу, там неравенство считается полезным и важным, потому что в результате неравенства накапливаются доходы, которые позволяют финансировать развитие. И эти накопления растут по мере роста доходов. Эту идею поддерживала гипотеза Самина Кузнеца, который в 50-е годы констатировал, что в некоторых промышленно-развитых странах уменьшилось неравенство, поэтому он сказал достаточно подождать, пока развивающиеся страны станут богатыми и в них уменьшится неравенство. Тем более, что рост богатства богатых должен был в конечном итоге способствовать росту доходов всего населения. Гипотеза Самина Кузнеца известна под названием «кривозница». В ходе развития неравенство сначала возрастает, затем стабилизируется, а затем уменьшается. Однако ученые доказали, начиная с 90-х годов, что этой кривой не существует, нет четкой взаимосвязи между неравенством и развитием. С тех пор другие ученые показали, что абсолютная нищета, то есть люди, которые живут меньше, чем на 1 доллар в день, уменьшается более или менее быстро по мере роста экономики. В некоторых странах наблюдается высокий уровень неравенства, но здесь экономический рост будет несущественно сказываться на изменении бедности. В странах с низким уровнем неравенства бедность уменьшается намного быстрее. Кроме того, неравенство создает препятствия для развития, для уровня образования, мешает бедным осуществлять их проекты, подрывает развитие внутреннего рынка и подрывает саму демократию и приводит к политической нестабильности. А между странами уменьшается суверенитет на самых бедных стран и ограничивается их возможность защищать свои интересы. Существует немало источников неравенства в области образования, здравоохранения, условий жизни и так далее. Но гораздо проще замерить доход. И кроме того, это важный фактор, потому что именно благодаря доходам люди могут улучшить свое существование. Существует несколько возможностей измерить неравенство доходов. Можно классифицировать это по двум категориям. Можно рассчитать коэффициенты между доходами населения на душу населения в странах, которые находятся в верхней части шкалы, и в странах, которые находятся в нижней части шкалы. И посмотреть, как изменяется это неравенство. Кроме того, существуют комплексные индексы, такие как индекс GINI, которые позволяют измерить неравенство среди всего населения. Мы будем применять такой тип показателя. В таблице показана эволюция доходов населения, вернее, внутреннего голового дохода на душу населения в странах и в США в период с 1990 по 2016 год. В Бурунде, Вьетнаме и Китае в 90-е годы относились к самым бедным странам мира. В таблице показано, что эти страны развивались по-разному за данный период. Неравенство между уровнем жизни среднего бурундийца и среднего американца резко увеличилось, а неравенство между средним вьетнамцем и среднеамериканцем намного меньше стало. В 90-е годы уровень жизни в среднем в Бурундии составлял 2,9% от США, а в 2016 году сократился до 1,3%, а в Вьетнаме была прям обратная эволюция. А Китай добился просто феноменальных результатов. В 90-м году в Китае уровень доходов был 4,1% от американского уровня доходов, а спустя четверть века стало стоять 27%. А теперь посмотрим, как существует неравенство между отдельными гражданами. Для этого необходим индекс GINI, который позволяет измерить уровень неравенства, когда за точку отсчета берется абсолютное неравенство. Абсолютное равенство – это 0, абсолютное неравенство – это 100. Во Франции – 31, в США – 41%, а в целом он колеблется до 65%. И самые страны с самым большим неравенством находят в Латинской Америке, а также к югу от Сахара. Ну а теперь надо посмотреть, какой уровень жизни в странах мира и добавить два разных аспекта – фактор народного населения и неравенства внутри самих стран. Сравнение между ВВП нарушеноследованием в Бурундии и в США, которое показывалось раньше, исходило из той гипотезы, что все бурундийцы с одной стороны, все американцы с другой стороны имеют одинаковые доходы. На самом деле, некоторые бурундийцы, может быть, обогатились, а некоторые американцы впали в бедность. Единицы и наблюдения становятся один отдельно взятый человек. В результате появляется возможность классифицировать все граждане каждой страны по единой шкале, что дает представление о неравенстве в мире. Результаты этой работы представлены в таблице, которую вы сейчас видите на экране. Первая строчка показывает эволюцию индекса Gini, которая рассчитывается применительно к всему населению Земли. И в целом, вы видите, что неравенство до начала 20-х годов уменьшалось незначительно, а в период 2000 по 2011 год резко сократилось. Однако такое уменьшение глобального неравенства сопровождалось порой существенным ростом неравенства внутри стран. Самым наглядным примером является Китай, где индекс Gini в период с 1988 по 2008 год вырос более чем на 10 пунктов. Неравенство также существенно увеличилось в странах Африки к югу от Сахары, а вот в бывших странах, сальвизических странах, неравенство уменьшилось. Как же объяснить относительную стабильность, а затем уменьшение неравенства в мире? Дело в том, что среднестатистический Китай споднялся с нижней ступеньки на среднюю, и в существенной степени именно этим объясняется тот факт, что в глобальных масштабах уровень неравенства оставался без изменений, а недавно он даже уменьшился. Эта эволюция представлена на графике, подготовленном Бранко Милановичем, который известен под названием «Слоновая кривая». Здесь показано в процентном отношении эволюция изменения распределения в мире доходов в период с 1988 по 2008 год. Здесь все население квалифицируется по возрастающей их доходов в период с 1988 года, а затем в 2008 году. Рассчитывается в средний уровень доходов 5 самых бедных процентов населения, в 2008 году, а затем то же самое по следующим 5 процентам, и так вплоть до последней цифры, которая делится на 2. Получается 1% самых богатых с одной стороны, 4% самых бедных с другой. Теперь надо замерить реальное изменение средних доходов между этими двумя крайними датами и вывести все это на кривую. Вы видите, что на оси абсцисс средний доход в 1988 году, а на оси ордината эволюция среднего дохода в процентах с период с 1988 по 2008 год. Стоит отметить, что в 2018 году 40% населения жило меньше, чем на 2 доллара в день. Те, кто выиграли от глобализации, находятся в средине этой шкалы и в последнем процентиле. Тем самым показана двойная эволюция роста доходов среднего класса Китая и самых богатых слоев населения в мире. А те бедные, которые жили меньше, чем на 2 доллара в день в 2008 году, также выиграли, но в меньшей степени. Ну а доходы самых бедных населения меньше, чем на 20%, меньше 20% до этого периода. И, наконец, в 1988 году те, кто относились где-то к 1,8% остались на обочине. Однако этот график дает неполное представление о действительности. Здесь не показано, какая эволюция имеется в доходах в крайнем рожении. Здесь все строилось на докладе, который был основан на налоговых декларациях. Но на самом деле эту кривую можно продолжить вплоть до 250% по мере того, как приближаемся мы к максимуму доходов в 2008 году. Глобализация не привела к существенному увеличению неравенства в мире. Если посмотреть теперь на межлистинкное неравенство, то даже можно сказать, что неравенство сократилось. Но людей мало волнует то, что происходит в мире, их волнует то, что происходит рядом с ними. А глобальная эволюция здесь маскирует два важных фактора. С одной стороны, очень резко возрос уровень жизни в среднем в Китае, и сотни миллионов граждан Китая попали в среднюю шкалу. А с другой стороны, в существенной степени произошло расслоение внутри страны по доходам. Ну и нижний сегмент среднего класса в промышленно-развитых странах также вызывает политическую озабоченность. Не этим объясняются неожиданные результаты неравных выборов в религии стран. Продолжение следует...